И снова здравствуйте, дорогие друзья! А, я смотрю, к нам присоединилось много новых зрителей, поэтому специально для вас подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь своих друзей, знакомых, родственников. А, да, обязательно делайте свои комментарии, потому как в конце месяца у нас проходит конкурс на лучший комментарий. И, конечно же, победитель получает приз. Ну, а в конце видео, вы знаете, нажимайте на колокольчик, и мы с вами встретимся завтра. А мы начинаем. Две подруги встречаются, одна говорит, ой, привет, Галочка, как дела? Говорит, да вот, все нормально, но только муж перестал пить, перестал изменять мне. Да ты что, поздравляю, и давно? Да вот уже через два дня сорок дней. Приходит глухонемой мужик в аптеку, ну и подходит к прилавку, долго рассматривает прилавок, затем тыщет пальцем, фармацевт не понимает, что он хочет, но тогда клиент не выдерживает, расстегивает ширинку, достает член, кладет на прилавок и рядом кладет деньги. Фармацевт посмотрел на это все, говорит, ааа, понятно. Растегивает ширинку, достает свой член, выкладывает на прилавок и забирает деньги. Говорит, не уверен, не играй. Встречаются два друга, один говорит, Антоха, а что это у тебя фингал под глазом? Он говорит, да, хотели дать пинка, так я лихо увернулся. Вот вопрос, вопрос, казалось бы, простой элементарный вопрос, да? Кто такие, которые любят людей, невзирая на цвет кожи и вероисповедание, а? Правильно. Оптимист скажет, это Господь Бог, а пессимист скажет, крокодил. Два грузина общаются между собой, один другому говорит, Гоги, слушай, у меня к тебе вопрос. А почему Грецию называют Грецией? Эй, Вахтанг, да это же элементарно. Мы туда летом Греция едем. Оказывается, когда доктор Склифосовский постарел и ушел на пенсию, он стал дома делать обрезание. И после этого ни один человек ему не говорил, э, короче, Склифосовский. Приходит Вовочка домой, говорит, мама, мама, меня в школе все нравятся, называют мафиози. Мама говорит, как так? Что это они себе позволяют? Все, завтра пойду в школу, встречусь с директором и все ему расскажу. Мама, мама, только я тебя прошу, ты это, обставь так, вроде, это несчастный случай, а? Один еврей у субботу нашел чемоданчик. Открывает его, а там миллион долларов. Боже мой, что делать? И это заметил Равин Мошель. И Ребе говорит, Фима, ты нашел чемоданчик с миллионом долларов? Он говорит, ну да. И что ты собираешься с ним делать? Вот Ребе, если его потерял какой-то нищий человек, я обязательно отдам. Дорогие друзья, а сейчас давайте заглянем в прошлое. Поверьте, там много интересного и смешного. Поехали. Киев, Подол, тихий дворик, на лавочке сидят две соседки, одна до другой говорит. Роза Наумовна, вы представляете? Я вот это никогда, никогда в жизни я не комплексовала по поводу возраста. Но этот маленький шлемазал Фима подходит до меня, представляющий говорит мне, тетя Соня, а скажите, когда умер Ленин, вы плакали? Роза говорит, и что? Что еще? Ну, плакала, нет? Рива с Фимой долго ругаются, долго очень, шумят, кричат, бьют посуду, все это летит, так все громко. И тут Фриде Соломоновне это все надоело. Она пришла до ней в гости, позвонила, Рива открывает дверь, Фриде Соломоновне выдает, говорит, Рива, что это такое? Что это ты устроил? Ты знаешь, что на мужа нельзя кричать? Он должен бояться твоего взгляда. Фриде Соломоновне Коля, что? Посоветуй, что мне делать? А что такое? Там моя жена спит с моими друзьями. Не знаю, Вова, потерпи, это я тебе как друг говорю. Фриде Соломоновне Вовсик, ты откуда такой пожеванный? Да из полиции. Что случилось? Да что случилось? Вчера я иду, вдруг подходят ко мне два полицейских этих, говорят, пойдемте, будете свидетелем. Я говорю, ух ты, вы что, решили свои отношения зарегистрировать? Это мои друзья присылают несколько анекдотов из Одессы. Это от тети Песи. Говорит, слушай ты, не крути меня на мозг, бегуди, я и так кучерава размышляю. Розочка сдает квартиру, но с одним условием, чтобы жильцы были сами, чтобы, не дай бог, не было детей. Не дай бог. И вот приходит Хайм, говорит, здравствуйте, я хотел бы снять вашу квартиру. Говорит, у вас детей нет? Да что вы, какие дети? Господь с вами. Ну, она сдала Хайму квартиру, они заселились, как положено. Он завел туда пятерых своих детей, все хорошо, живут великолепно. Розочка пришла проверить, приходит, открывает дверь и видит этот весь бардак. И говорит, секундочку, Хайм, Хайм, идите сюда, вы же говорили, что у вас нет детей. Говорит, тихо, что вы корочеете? Я вас прошу, это что, разве дети? Это сволочи. Бенни, у меня до вас вопрос. Вы же хорошо обеспеченный человек. Почему вы до сих пор не женитесь? Тихо, тихо, Фима, что-то я не понимаю. Вы хотите, чтобы я завел в дом чужого человека и кормил его всю жизнь? Ну, скажите тоже. Один мужик, холостой, а может быть, не нравилась еда ему дома, но он постоянно ходил в один и тот же ресторан, постоянно заказывал там покушать. И вот очередной раз он приходит в ресторан, заказывает себе еду, и вдруг его обслуживает совершенно другой официант, не тот, которому постоянно он давал хорошие чаевые. И тогда посетитель смотрит по сторонам, не находит того официанта, он обращается к этому, говорит, молодой человек, спасибо, конечно, а скажите, пожалуйста, а где тот официант, который постоянно меня обслуживал? Этот официант застеснялся, так и говорит, вы понимаете, дело в том, что тот официант, он проиграл мне вас в карты. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, все. Ну а вы не забывайте, подписывайте своих друзей, родственников, знакомых, обязательно ставьте лайки, комментируйте, ну и в конце колокольчик, для того, чтобы встретиться с вами завтра. Пока-пока, субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok